всем большой привет дорогие друзья сегодня я хочу показать один простой узор для плетения колье для плетения этого узора нам понадобятся такие материалы как бусины 6 миллиметров бусины 4 миллиметра кристаллы 4 миллиметра можно вместо них взять биконусы 4 миллиметра у меня вот такие круглые граненые бусины и берем чешский бисер номер 10 и так плести предлагаю на нити отрезаем нить сколько нити понадобится примерно где-то два с половиной метра но возможно этого но это зависит от длины колье поэтому тут конкретно сказать трудно и давайте приступим и так нанизываем первоначальный набор у нас будет вот такой бисер кристалл бисер бусина 6 миллиметров бисер кристалл бисер и бусина 4 миллиметра вот так вот набрали и сейчас правым концом нити проходим крест-накрест через вот эти три элемента бисер кристалл и бисер и работу спускаем середину лески вот такой узор у нас получается идем дальше следующий набор бусина 4 миллиметра бисер кристалл бисер с левой стороны с правой стороны одна бусина 4 миллиметра и правым концом проходим крест-накрест вот через эти элементы всегда вот через них будем проходить крест-накрест и вот что у нас получается это простой шахматный узор но фишка в том что вот эти вот бусины 6 миллиметров с одной стороны мы будем чередовать бусинами 4 миллиметра вот сейчас у нас здесь напрашивается бусина 6 миллиметров а с этой стороны у нас всегда пойдут бусины 4 миллиметра ну вот я набрала с левой стороны 4 миллиметра и вот этот набор с правой стороны теперь уже набрала бусину 6 миллиметров и вот правым концом проходим крест-накрест через бисер кристалл и бисер и вот так плетем до необходимой длины чередуя вот здесь бусины 6 миллиметров с бусинами 4 миллиметра и на один момент хочу обратить внимание вот этих больших бусин до конца колье должно быть нечетное количество чтобы второй ряд у нас получился симметричным и так плетем первый ряд до конца когда достигли необходимую длину вот у нас концы леса отдельно будем работать концами лески давайте сначала пройдем правым концом проводим этот конец через большую бусину и выполняем такой набор с этой стороны будем плести такие арки значит сначала берем бисер дальше кристалл потом один бисер потом одну бусину 4 миллиметра потом опять набираем бисер кристалл бисер дальше одна большая бусина 6 миллиметров и еще один бисер спускаем работу спускаем набор вернее вот так спустили откидываем вот этот бисер это будет у нас как бы заглушка и заходим обратно в большую бусину натягиваем вот так придерживаем бисер натягиваем до конца вот такая у нас тут заглушка и теперь выполняем вот такой набор еще раз значит бисер кристалл бисер 4 миллиметра бусина дальше бисер кристалл и бисер вот и проходим следующую бусину в общем через окно вот эту большую пропускаем следующую большую проходим здесь у нас вот такие как бы большие арки будут вот такие арки ставим с этой стороны и так до конца когда прошли одним концом теперь берем левый конец лески проводим через вот эту бусину 4 миллиметра и вставляем между бусинами по 2 бисера я думаю берем просто 2 бисера и вставляем между бусинами 2 и в следующую бусину вот эти как бы пустоты заполняем бисером вот так пойдет работа вот между бусинами ставим по 2 бисера и так идем до конца вот я сейчас прошлась и немножко изменила здесь установила где-то два потом по одному бисеру потом еще по 2 вот потому что у меня вот этот вот эти бусины 4 миллиметра они такие разнокалиберные как некоторые побольше некоторые меньше смотрите может вам понадобится даже по одному бисеру здесь ставить экспериментируйте пробуйте чтобы у вас вот тут не получился такой зажатый край чтобы вот так вот овал для колье все-таки вот так образовалась вот так вот ну и потом вот в эту арку можно установить кольцо с замком и получается такое довольно такой довольно интересный узор для колье вот простенький но весьма такой красивый ну а я благодарю всех за просмотры и до следующего видео пока пока